Несколько дней назад многие проживающие в Российской Федерации не могли зайти на сайт iHerb, поэтому буквально еще до вчерашнего вечера было невозможно посетить данную страницу и что-то либо заказать на этом сайте. 28 апреля Аурганский суд принял решение о блокировке IP-адреса iHerb для России, акцентируя внимание, не самого доменного имени iHerb, а именно IP-адреса. Речь идет, поскольку не о блокировке iHerb, а именно о блокировке IP-адреса, технические специалисты iHerb делают все возможное, чтобы уладить эту проблему, то есть они просто переезжают на незаблокированные IP-адреса. И если вы сейчас проживаете в России, то вот, допустим, смотрите, у меня выбрана страна Беларусь, у меня идет адресная строка iHerb.com. Если же вы проживаете в России, то на сегодняшний момент удалось занять уже свободный адрес техническим специалистам iHerb. И вот при выборе страны на Россию вы видите тут ссылку не iHerb.com, а r1.iHerb.com. Идет переадресация на данный момент, и таким образом вы по-прежнему можете заказывать на сайте. Если у вас до сих пор по каким-то причинам нет возможности зайти на данный сайт, то есть специальные браузеры, Tool Browser, для тех, кто заказывает на iHerb через ПК. Вы просто устанавливаете его себе и свободно заказываете, как и раньше, продукт у сайта iHerb. Если вам через смартфон удобнее заказывать, либо Apple, либо системы Android, то тогда скачивайте данное предложение, браузер, и вы можете также опять заказывать на iHerb. На данный момент нет точной уверенности, что следующее решение ульяновского суда не коснется полной блокировки и домена iHerb. Сейчас уже сложно что-то предполагать. Как вы видите, сообщество российских БАД взяло серьезно за данный сайт, и им очень сильно мешает конкуренция, потому что они просто в ней проигрывают. Но это понятно. Думаю, что количество людей, которые выбрали именно сайт iHerb, они просто увидели разницу в качестве и просто не хотят покупать российские добавки. Огромное количество людей, которым iHerb перешел дорогу. К сожалению, бороться с этим в России очень сложно iHerb. И вполне вероятно, что они найдут какое-то решение полностью убрать iHerb из России. Не хочу пугать, но прогнозы пока неутешительные. Сейчас грядет экономический кризис. Все производители, особенно вот такие, которые уже не идут каким-то нечестным путем, чтобы вызывать себе покупателя, ужесточают борьбу и, возможно, еще серьезнее будут принимать меры. Пока удалось iHerb решить эту проблему, если вы хотели что-то заказать, не мелите заказом, потому что непонятно, что будет в следующем месяце, сможете ли мы, в принципе, на Россию что-то заказывать в России. Заказы с iHerb, сами БАДы, они не запрещены. То есть, если вы заказываете их, даже те, которые попали в запрещенный список в марте месяц, если вы находите какой-то путь заказать их через российскую границу, вы можете и заказывать. То есть, таможня это все пропускает. Это именно все касательно самого сайта iHerb, заказов самого сайта. То есть, они делают все, чтобы именно сайт iHerb не существовало для территории Российской Федерации. Но запретить эту продукцию, пропускать через таможню, к счастью, они не могут. Следите за новостями у меня в ВКонтакте. И если будет меняться информация или по данному поводу обновляться, я обязательно буду извещать вас, писать об этом у себя в соцсетях. И самое главное, что я хотела вам сказать, это что жизнь — это чаша весов. И всегда добро побеждает. Любое недобросовестное действие, оно всегда оказывается со временем не сильным. Оно разрушается. Поэтому это все просто вопрос времени. И нельзя ради собственной прибыли, ради собственной выгоды рисковать здоровьем людей. Потому что очень многие добавки сайта iHerb, они многим приносили пользу. И были гораздо выгоднее по ценам для российских покупателей. И все равно справедливость, она, мне кажется, восторжествует. И злодеи, как всегда, будут наказаны. Будем в это верить и надеяться. Но я уверена, что это просто вопрос времени.